Всем привет, на связи Алексей Халецкий, и в ближайшие несколько минут вы услышите мое мнение об очередной замечательной игре. Gremlins Incorporated. Стратегическая настольная игра, действие которой происходит в стимпанковском городе-механизме. Вообще, на самом деле, я очень рад, что в последнее время появляется именно на персональных компьютерах много адаптаций настольных игр. Если бы я был помоложе, то, конечно, прикольнее было бы собираться с друзьями и играть в настольные игры где-то в компании. Но время идет, друзья разъезжаются, и на самом деле собраться большой компании уже не так-то просто. А вот по сети, на расстоянии, поиграть очень даже классно. И Gremlins Incorporated в этом плане оказалось то, что надо. Ну, давайте по порядку. Буду рассказывать вам, почему игра мне понравилась, а я Gremlins Incorporated, несомненно, рекомендую. И что в ней такого оригинального. Ну, начнем с того, что игру делают наши люди. Хоть компания-разработчик под названием Чарли Оскар находится в Виленусе, но вот вам фамилии главных фигурантов. Алексей Бокулев, Сергей Климов. Так что я бы все-таки это назвал скорее российской разработкой. Кстати, как я понял, Алексей Бокулев, надеюсь, я правильно произношу фамилию, а не Бокулев, может быть, вам еще знаком по игре Эодор. Тоже имеет к ней непосредственное отношение. Так вот, как я понимаю, наши разработчики сначала сделали действительно настольную игру, потому что Gremlins Incorporated можно купить и в виде карточек, картонного поля, и играть в нее, разложив все это дело на столе. Действие Gremlins Incorporated происходит в таком стинпанковском мире гремлинов, где-то под землей. Вам рандомом выдается роль какого-то гремлина. Отличие тут только в аватарках, на самом деле, и в месте старта. То есть разные гремлины стартуют в разных местах. Но по-хорошему все это рандом и на игру сильно не влияет. Цель игры — набрать как можно больше шестеренок. Есть несколько типов партий, но цель все равно всегда одна. У кого больше шестеренок, тот и победит. Различается, собственно, только в том, как мы ограничены по времени. Можем ограничиваться количеством ходов. Например, через 30 ходов игра заканчивается. У кого больше шестеренок, тот и победил. Можно поставить просто конкретное количество, которое мы должны набрать. Например, кто первый наберет 20 шестеренок, тот и победил. Тут уже количество ходов неважно и так далее. Количество игроков может быть от 3 до 6. Поле, которое вы видите перед собой, не меняется. То есть при каждой партии, в каждой партии поле выглядит точно так же. Вначале, когда я начал играть в Gremlins Incorporated, я решил, что это минус. Почему бы не генерировать каждый раз новое поле. Но потом все-таки понял, что тут оно очень сбалансировано. И действительно, благодаря тому, что оно не меняется, вы уже заранее можете продумывать какие-то стратегические ходы. Естественно, не стоит ждать от этой игры такой глубины погружения, как та же Цива или Endless Legend. Ну, такие большие пошаговые стратегии нет. Здесь вы не будете проводить по десятке часов в неделю. Ни в коем случае. Это игра для такого легкого, веселого, вечернего променада. И при этом все участники игры играют от начала и до конца. То есть тут невозможно вылететь. В чем-то Gremlins Incorporated похоже на Армелла, еще на одного моего подобного фаворита. Та тоже карточная игра, там тоже вы взаимодействуете с соперниками, делаете им подставы, всякие гадости, но при этом вы пытаетесь победить. Хотя, конечно, механика различается. В данном случае нам выдается 6 карт. И эти карты у вас всегда есть. То есть как только вы одну карту используете, сразу на ее место приходит другая. Больше 6 карт или меньше 6 карт у вас быть в принципе не может. Карты вы можете использовать либо для перемещения. У каждой карты сверху в левом углу есть изображение игральной кости и количество, собственно, клеток, насколько вы сможете перейти с помощью этой карты. Либо сделать определенное действие, на которое направлена эта карта. Но действие можно производить только на определенных клетках. Вы должны сначала прийти на эту клетку и там уже воспользоваться картой. Вся стратегия игры строится на том, чтобы просчитать путь к тем клеткам, которые вам выгодны, и использовать те карты, которые вам выгодны. Ну а ваши соперники всячески вам в этом мешают. Несмотря на то, что игра выглядит очень такой случайной и рандомной, в этом ее и прелесть. Потому что свое поражение вы всегда сможете свалить на случайность, на то, что вам карты не шли, на то, что вас там кто-то неправильно наказывал. С другой стороны, все-таки, разобравшись в игре, вы начинаете понимать, кто куда идет, и действовать уже не по прихоти случая, что вот дай-ка я вот этому чуваку сделаю плохо, просто потому что мне его ник не нравится. А соображая, что ага, он идет к астралу, значит, у него есть определенные карты, которые он может использовать, получить больше шестеренок и вырваться вперед. Дай-ка я проведу у него обыск, и его, скорее всего, арестуют. Потому что у него будет либо секретная карта, либо красная карта, которые запрещены, как бы, при обысках. Их у него конфискуют, а человек идет в тюрьму. Даже гремлинам надо знать время работы их учреждений, где они находятся. Так что я бы рекомендовал внедрить в Gremlins Incorporated каталог и справочник организации 2GIS. Но глупые гремлины к моему совету, конечно, не прислушаются, а вы, пожалуй, уже и так давно знаете, что пора зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать 2GIS под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. На самом деле, игра очень проста. То есть я, пройдя обучение и сыграв пару игр, уже, так сказать, въехал в особенности. Я для вас уже записал тоже несколько игр, которые вы сыграли в моей группе с людьми, которым игра тоже понравилась. Я после этого обзора в течение нескольких дней покажу их вам. Потому что обзор обзором, но это та игра, действительно, которую вы лучше поймете, именно посмотрев видеопартии. Недавно разработчики отчитались о том, что продали 20 тысяч копий. Всего-то. Всего 20 тысяч. Буквально, по-моему, позавчера они об этом написали. Да и статистика Steam мне вот говорит, что во владельцах от 18 тысяч до 24 тысяч. Но при этом в онлайне всегда вы можете найти соперника. И, по-моему, Gremlins Incorporated еще и прекрасный пример того, как надо развлекать публику в сети. То, чего почему-то так сильно не достает Firaxis. Что хотелось бы иметь в Циве, во втором XCOM, да и в Endless. Да вообще во многих пошаговых стратегиях. В данном случае вы заходите в лобби. Во-первых, вам показывается много игр. Там большие настройки в плане фильтров. Во-вторых, есть специальные рейтинговые игры, чтобы вы могли набирать рейтинг и показывалась ваша сила в итоге. Вы не можете в рейтинговых играх играть с вашими друзьями. Ну, конечно, если вам только рандом их не выкинет. То есть вы регистрируетесь в рейтинговую игру, некоторое время ждете. Сколько ждать тоже написано в лобби. Что в среднее время ожидания, например, 2 минуты начала игры. Да на самом деле я это вот рассказываю, а те, кто играет во всякие мобы, типа Доты и League of Legends, это все прекрасно знают. Потом вы играете рейтинговую игру, где, кстати, учитывается не только победа, но и места. То есть от первого... Если вы на четверых играете, да, в рейтинговые игры можно только от 3 до 4 человек играть. Если вы занимаете первое-второе место, вам будет плюс к рейтингу. Третье-четвертое место, минус к рейтингу. При этом учитываются не только победы, там много всяких факторов. Вы можете посмотреть рейтинг по золоту, рейтинг по голосованию. После игры вы можете поставить лайки тем людям, с которыми вы играли. Может вам кто-то не понравился. Ну, единственное, жалко, что нельзя дизлайки ставить, но, возможно, это и правильно, потому что иногда этим инструментом странно люди пользуются. То есть вы могли, например, проиграть, занять четвертое место, но действовали вы в игре логично. То есть не портили игру. Если уж мешали, то лидеру, например, и так далее. И тогда людям нравится ваша игра, они вам ставят лайки, и другие видят, что с вами можно иметь дело, с вами можно играть. Вот этого всего очень не хватает во многих других играх. При этом Gremlins Incorporated очень такая атмосферная игра. Тут вот этот стимпанковский стиль, хорошо выдержан. И как в одной игре еще сказали, что очень похоже на реальную жизнь, когда человек-вор сидит в тюрьме, а его выбирает губернатор. Ну, тут есть такая механика выбора губернатора. Если вы играете за этого персонажа, который стал губернатором, то вы не платите взятки, и вас жандармы не трогают. При этом вы можете сидеть в тюрьме. И именно поэтому, кстати, в эту игру интереснее играть именно с живыми соперниками, а не с компьютером. Хотя тут есть возможность играть с железными болванчиками. И желательно, естественно, еще при этом общаться с друзьями, потому что это очень весело, когда вас подставляют, какие-то гадости делают. А тут этих возможностей очень много. При этом, еще раз повторю, эти подставы не раздражают, как, например, в Циве, когда вы начинаете воевать, и там фаст клик, или лаги какие-то, или вам там кто-то ударил в спину только для того, чтобы вас распилить. Потому что, ну, смысл игры, собственно, в этих подставах и получении бонусов только для себя и сдерживании лидера. Да и в самой игре куча юмора. Например, когда вам выпадает происшествие разоблачения и выясняется, что вы не гремлина-фея, например. Что может быть страшнее для гремлина, чем быть феей? Ничего, конечно. Я не останавливаюсь подробно на самом поле действий, какие там бывают клетки, потому что их немного, и, по-моему, интереснее в этом вам самим разбираться. Или лучше посмотрите записи моих игр в Gremlins Incorporated. Так что давайте я такой вот итог подведу. Замечательная настольная игра, которую портировали на персональные компьютеры. Отличный дизайн, низкие требования к вашим железным братьям. Так что, я думаю, даже на старых ноутбуках запустится. Геймплей затягивает. Причем, несмотря на то, что он пошаговый, кстати, даже на шестерых вы не успеваете заскучать, потому что вам постоянно надо, во-первых, смотреть на свои карты и просчитывать свой следующий ход. Иначе вы можете не успеть походить. А во-вторых, постоянно либо общаться с соперниками, либо следить за тем, что они делают. Я видел, что уже даже сильные игроки в Gremlins Incorporated подсчитывают карты, которые выходят. Потому что тут колода конечна, колода происшествий, колода действий, она конечна. И игроки уже примерно даже начинают представлять, какие карты есть на руках у соперника. При этом, всегда можно найти выход из безвыходной ситуации. Если вы на последнем месте, это совершенно не значит, что вы уже проиграли. Каждый ход несет возможность все перевернуть с ног на голову и с головы на ноги обратно. Ну и, конечно, находите веселую компанию, с которыми игра становится веселее еще в два раза. Ну а я, Леша Халецкий, с вами на этом прощаюсь. Обязательно обратите внимание на игру Gremlins Incorporated, пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что засорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.